Приветствую вас на канале час ремонта! Сегодня расскажу про аккумуляторную дрель шуруповерт Zubar DHL181KN. Чтобы приобрести эту модель по выгодной цене, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый ролик, а также активируйте колокольчик для уведомлений. Буду рад вашей поддержке, пишите комментарии и ставьте лайки. Аккумуляторный шуруповерт Zubar Standard DHL181KN удобен при работе в местах с ограниченным доступом. Является отличным помощником в завинчивании крепежа и сверлении материала. Вкомплектуется двумя литий-ионными аккумуляторами без эффекта памяти и саморазряда. Наличие подсветки облегчает эксплуатацию инструмента при недостаточном освещении. При необходимости крепления изделия на пояс во время работы установите прилагаемую скобу с необходимой стороны изделия, закрепив ее винтом. Комплектация – дрель-шуруповерт, два аккумулятора, быстрозарядное устройство, бита 50 мм, поясная скоба, инструкция, кейс. Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в различных материалах, а также для монтажа-демонтажа резьбовых соединений. Конструкция редуктора обеспечивает высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Благодаря бесключевому патрону производится легкая и быстрая замена рабочей оснастки. Изделие снабжено блокировкой шпинделя, которая фиксирует патрон от проворачивания, когда изделие не включено. Это позволяет вам производить замену инструмента в патроне одной рукой и докручивать крепежные изделия, поворачивая непосредственно изделие вокруг оси крепежа. Муфта ограничения момента имеет 25 установок срабатывания ограничителя для заворачивания крепежных изделий и положение без ограничения момента для сверления. Для выбора направления вращения инструмента установите переключатель реверса в одно из необходимых положений. Изменение скорости вращения дрели от нуля до максимума в пределах выбранного диапазона скоростей осуществляется изменением степени нажатия на клавишу включения. Зарядное устройство, поставляемое в комплекте, является быстрозарядным, то есть полностью заряжает батарею в течение 1-1,5 часов. О работе зарядного устройства и процессе зарядки батареи свидетельствуют индикаторы. Процесс зарядки полностью автоматический, по окончании зарядки зарядное устройство выключится само. Однако, если аккумуляторная батарея останется в зарядном устройстве надолго, в силу саморазряда батареи зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую емкость аккумулятора и срок его службы. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них сначала отрицательные. Маленькая емкость аккумуляторов. Нет семейства инструментов на аккумуляторах. На пластике кейса сэкономили. Слабенький двигатель. Теперь перейдем к положительным. Патрон до 13 мм. Удобный, не сильно большой для 18 аккума. Симпатичный дизайн. Зарядное устройство заряжается за 40 минут. Хороший баланс. Простота в работе. Качественная сборка и материалы. Четкое переключение скоростей. Металлический редуктор. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Лайки и комментарии приветствуются. До скорой встречи на канале Час Ремонта.